Некоторое время в своей жизни, каждое утро, я провожу в интернете. Не только смотреть развлекательный портал, там интересно, но гораздо более для меня интересно читать новости, допустим, BBC, Голос Америки. Кстати, читаю их и в оригинале, потому что в 33-й школе учился. Вот так вот. Кроме всего прочего, в интернете я вам сейчас даю очень много полезных советов и информации. То есть размещаю свои сюжеты. Работаю на телевидении и веду программу «Автостоп» уже 10-й год, поэтому архив у меня мама не горюй, другим позавидовать. Так что залазьте на YouTube или просто в любом поисковике фамилию Челейкин вивайте, она редкая такая, найдете полезного. Что я в этот раз обнаружил? Пообещали зиму такую веселенькую, она вот каждый год все веселее, веселее, веселее. Три года назад месяц, год назад месяц и два минус 30, в прошлый год это все. Айн, швайн, нихрена на панамайн. Куда мы идем-то дальше, где глобальное потепление? На! Вот, в преддверии этой зимы, этой уже зимы, я поставил на один из своих автомобилей газовое оборудование, так что его глушить я не буду. Вот, а вам всем советую все-таки поменять масло к началу сезона. Сегодня мы про честное масло в канистрах. Не знаю почему, но так уж повелось, в большинство автомобилей в двигатель заливается примерно 4 литра масла. И только в дизеле льет больше. И казалось бы, такие виды, как эсса, мобилы, костровы в рекламе не нуждаются. Но в период тупизма, иначе его кризисом еще по незнанию называют, народ начинает выкраивать по мелочам и слухи распускать о том, что масло в канистрах дорого. Но, по сути, масло-то из единого целого делается. Любое масло, используемое в автомобилях, делается из нефти. То есть, по сути-то, оно минеральное. Нефть добыли, а дальше уже пошли обрабатывать. И вот там появляются различные нюансы. Поэтому на рынке в городе Магнитогорске появилось большое количество масел. Недорогих, кстати. И ничего плохого в этом нет. Вы ездите, задешевые вы меняете. Но есть другой вариант. Использовать масло, которое, скажем так, рассчитано на чуть больший срок эксплуатации. У них немножко другие характеристики. Меньше угар. Добавки специфичные. И вот такие масла и называются. Синтетическими и полусинтетическими. И при этом, если вы думаете, что это больших денег стоит. Ну, взять, допустим, в случае с Эссе. То автограф на полусинтетику поставил вполне конкурентоспособную цену. За 4 литра это 770 рублей. Как мы знаем, Эссе это подразделение Эксо Мобил. Ну, если вы хотите чуть-чуть дальше прыгнуть и повыше. И залить полусинтетику от Мобил. Да. То это чуть-чуть дороже. 1100 рублей. А что касается вообще Мобила и почему мне так он в последнее время нравится. Позволяет он себе заливать большое количество, ну, аналогов. Нет такого критичного, значит, распределения. Вот только меняли и добавляй. Нет, такого нету. Кстати, что еще приятно, когда мы работаем с Мобилом или с Эссе, так это то, что практически на любой заправочной станции, да не практически, на каждой заправочной станции есть литровые доливки. А как мы знаем, двигателю масло нужно всегда. Это только в страшных сказках. Вы услышите, что ваша машина масло никогда есть не будет. Будет. И чем больше объем, тем больше она будет масло съедать. Но при этом и ездить гораздо дольше, чем, допустим, на двигателе 1.3. Ну да, реально считать и реально соображать. И это же не в наших принципах. Народ с фанатизмом продолжает брать авто и даже толком не понимая, зачем ему это нужно. Тем более, что все большее количество водителей понятия не имеет об устройстве своего железного яшака. Кони это в Америке. И ни поить, ни кормить его не умеет. Как и каждый нормальный мужичок средней упитанности, в самом расцвете сил, я девушек люблю. Так вот, девушки должны заниматься чем? Ну, собой, естественно. Девушки не должны думать о том, как поменять масло. Об этом должны мальчики задуматься. И вот мальчики образца 73-го года рождения знают, что масло поменяли 3 секунды дело ровно. Крышечку открутил. Слил маслице. Болтик один. Фильтр поменял. 10-15 минут. Ну, не все мальчики образца 82-го, там, других годов рождения это умеют делать. И если вы хотите где-то поискать, что подешевле, я вам скажу, что в общем-то дешевле, чем в Автогораде уже и нету, а поменяют масло и здесь. Никаких проблем. 30 минут можно чайку попить. Кстати, если вы хотите съездить на халяву в Дубае, есть и такой вариант. Вот. Кастрол покупаем. Регистрируемся по интернету. Все. 160, потом Правда 59, что-то я перемотал. Сначала идет Маджани 9, потом Правда 59. Ну и, естественно, северный переход. Везде вы покупаете масло по весьма льготной цене.